Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий Андрей Печерин. Обязанность наша в том, чтобы не только с миром и верой говорить об евангельской истине, но и свидетельствовать о ней евангельской жизнью. Так говорил патриарх сербский Павел. 15 ноября 2009 года окончила земная жизнь Святейшего, которая явила собой ясное и неоспоримое свидетельство того, что в любое время, даже при самом высоком и трудном служении, непреодолимых преград к тому, чтобы жить по Евангелию, нет. Сам патриарх Павел жил по Евангелию, был духовным ориентиром для своих современников, равно как и для тех, кто пришёл после него, святой нашего времени. С таким убеждением оставались все те, кому доводилось встречаться со святейшим. К их числу принадлежит и Жан-Клод Ларше, автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и называется «Патриарх Павел, святой наших дней». Сербский патриарх Павел — один из самых уважаемых и высоко чтимых православных предстоятелей Церкви прошлого века, стяжавших широкую известность не только в своей стране, но и во всём православном мире. Его величие заключалось в смирении, и сила его — та, что совершается в немощи. Несмотря на его богоугодную жизнь и деятельность, в конце 1990 года, когда он был избран патриархом сербским, многие были этим удивлены. Ведь он не был известен широкой общественности. Произошло же это после его интернизации. Было это так. Осенью 1990 года представился патриарх Герман, и нужно было избрать нового патриарха. Выбор пал на епископа Павла, которому тогда было 76 лет. Владыка Павел был первым, кого избрали согласно правилам, утверждённым в 1967 году архиерейским священным синодом под председательством патриарха Германа. Сначала должны были избрать трёх епископов. Записки с их именами помещались в урну для голосования. Одну из них вытягивали. Жребий указывал на выбор Святого Духа, внемлющего молитвами епископов. Такая форма выборов была названа апостольским указанием, поскольку применялась ещё на заре христианства и имела то преимущество, что соединяло выбор человеческий и божественный. То, что епископ Павел был избран своими собратьями уже в первом туре, стало сюрпризом как внутри самой сердцкой церкви, так и вне её. Хотя он был известен и почитаем за святость жизни, всё же не относился к епископам, работавшим в окружении предыдущего патриарха, или к архиереям, популярным благодаря широкому освящению в СМИ их официальных и зарубежных миссий, либо стяжавших славу богословов международного уровня. Простая и смиренная жизнь епископа Павла казалось не прочила ему такого высокого церковного, социального и политического положения. Скромность и кротость, малый рост — всё это не выдавали в нём человека авторитетного и представительного, чего требует служение патриарха. Сам он не только не выдвигал свою кандидатуру, но и вовсе не стремился к такой деятельности. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий Радович, бывший одним из первых среди претендентов на патриарший престол, как-то заметил, что избранный епископ был единственным, кто действительно не хотел стать патриархом. По своей простоте и смирению, владыка Павел был удивлён и смущён тем, что выбор пал именно на него. По его собственным словам, назначение стало для него настоящим шоком. Однако позже он скажет, «Я успокоился, когда понял, что самое высокое положение состоит в том, чтобы быть примером в служении и заботе о ближнем, а не издавать приказы. Между тем, последствия выбора, утверждённого решением архиерейского священного синода, в дальнейшем будет сказываться наилучшим образом на делах Церкви. Смирение и добродетели епископа Аскета лежали в основе его успеха и делали его хозяином положение перед лицом тех трудностей и вызовов, с которыми предстояло столкнуться с сербской Церкви. Епископ Жичский Стефан, один из претендентов на патриарший престол, признавался, «Я плакал от радости, когда узнал, что его выбрали, поскольку он наиболее святой и достойный среди нас, величайший молитвенник, воссевший на престол святого Саввы». Его вступление на служение в качестве предстоятеля сербской православной Церкви в этот период, когда молитвы стали редки, но как никогда необходимы, есть проявление воли Святого Духа, чтобы церковь святого Саввы ещё более утвердилась. Митрополит Загребско-Люблянский Иоанн, замещавший патриарха Германа во время его болезни, отмечал, «Патриарх Павел — лучшее решение в настоящих условиях. Это наш самый выдающийся епископ в флане монашеской и подвижнической жизни. В такой ситуации лучше всего подходят евангельские слова из песни Богородицы «Не изложил сильных с престолов и вознёс смиренных». Действительно, святой жизни патриарха станет как для православных сербской Церкви, так и для верных других поместных Церквей образцом совершенного исполнения слов Христа, сказанных ученикам, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Но между вами да не будет так. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Примечательно и даже удивительно, пишет автор, что этот внешне маленький и хрупкий человек, смиренно возглавивший сербскую Церковь, оставался очень простым и вёл ту же строгую и упорядоченную аскетическую жизнь, как и в начале своего монашеского пути. Каждый день, вне зависимости от обстоятельств, места, степени усталости, он соблюдал строгий порядок монашеской жизни, принимал всех верующих, которые этого хотели, в своей домовой патриаршей церкви, где каждое утро без исключения он служил литургию. Он встречал всех с простотой, не различая людей по их национальному положению, духовному или нравственному состоянию, отказываясь от полагающейся за его должности платы, делясь со всеми тем немногим, что он оставлял себе на жизнь. Он сам вёл все дела по хозяйству в своём скромном жилище, сам покупал продукты, самостоятельно готовил, чинил свою обувь и штопал подрясник. Часто вместе с самыми простыми работниками патриархии он выполнял неприметные повседневные дела. Отказавшись от машины с водителем, он пешком, без сопровождения, передвигался по улицам столицы, охотно общаясь с прохожими или пользовался общественным транспортом и, как самый обычный человек, покупал себе билет. Можно восхищаться и тем, отмечает автор, что во время межэтнической и межрелигиозной розни, которую познал Югославия в период его патриаршества, он, безусловно, защищая сербский народ, его духовное и культурное достояние, наследие долгой и богатой истории в лоне православного христианства, становился неустанным ходатаем за пострадавших сербов, в том числе и косовских, перед всеми национальными и международными инстанциями не из политических соображений, но во имя христианства. Как сам он провозгласил в день своего избрания патриархом, руководствуясь одним лишь Евангелием, во время Бога, защищая всегда человека вне зависимости от его религиозной и этнической принадлежности, следуя слову апостола, имя которого он носил, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. В то время, когда многие из его соотечественников поддавались безрассудной логике войны и ослеплению национализмом до такой степени, что оправдывали совершенные своими же согражданами акты насилия, патриарх Павел осуждал насилие, откуда бы оно ни исходило, и постоянно принимал сторону жертв, кем бы они ни были. Перед лицом бесчеловечных поступков, как тех, так и других, он не переставал призывать «будем людьми», подразумевая под этим не гуманистическую концепцию человека, но библейское и христианское его измерение как бесконечно ценной, уникальной, незаменимой личности, носительницы в своей природе образа Божия. Взывая о любви к врагам, он в то же время понимал, что этот христианский идеал для многих недостижим. Он неустанно просил, чтобы все исполняли хотя бы другую заповедь, тоже библейскую, «Не делайте другому того, чего бы вы не хотели, чтобы делали вам». Во всех конфликтных ситуациях патриарх Павел, укрепляемый внутренним миром Аскета, по благодати Божией побеждавшей страсти, был мирен, был кроток, милосерден, сострадателен и великодушен. Среди наиболее привлекательных черт личности патриарха Павла стоит отметить тонкий юмор, который он проявлял во всех обстоятельствах, даже в самых торжественных. Юмор часто позволял ему умерять конфликты, снимать напряжение, разрешать проблемы и давать скромные, ненавязчиво, ценные поучения, сравнимые с апофтегмами древних святых отцов. Эта книга представит несколько таких примеров. Вступая как 44-й сербский патриарх на трон святого Саввы, сказал святейший владыка во время своей интронизации, мы не имеем никакой собственной программы деятельности. Наша программа — это Евангелие Христово, благая весть о Боге посреди нас и Царстве Божием в нас самих. Если только мы его верою и любовью принимаем. Этой программе патриарх Павел соответствовал всю свою жизнь, был ходячим Евангелием. И, глядя на него, многие прозревали. Некоторые из фотографий, иллюстрирующих эту книгу, отражают смирение, дух покаяния и простоты патриарха Павла, который по глубине своей личности и своим делам принадлежит к величайшим патриархам древних времён. Благодаря своей любви ко всем, простоте, смирению, мирному настрою и строгой дисциплине аскета, он стал образцом святости для всего клира и верующих в сербской церкви. И автор этой книги не сомневается, что в недалёком времени патриарх Павел будет канонизирован сербской церковью и поминаем в лике святых всеми поместными церквями. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok